Глава города Иван Костогрис и генеральный директор Газпром Добычи Уренго Александр Корякин пообщались с подростками с ограниченными возможностями здоровья и теми, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Неформальная встреча состоялась в рамках социальной программы «Будущее вместе». Напомню, она стартовала в 2013 году, чтобы помочь детям-сиротам и подросткам, оставшимся без попечения родителей. После обучения им помогают трудоустроиться в компанию «Газпром Добычи Уренго». Участники социальной программы поделились с градоначальником и генеральным директором своими проблемами и задали интересующие вопросы слова Марии Федорчук. Они собрались за одним столом за чашкой чая, чтобы обсудить накопившиеся вопросы. Участники социальной программы «Будущее вместе» и по совместительству новоиспеченные сотрудники общества «Газпром Добычи Уренго» и подростки, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Сразу после обучения их трудоустроили в газодобывающую компанию. Вы стали членами полноправного нашего предприятия, членами трудового коллектива. Хотели бы узнать, как у вас сложилась работа, есть ли какие-то затруднения в работе, может быть. Какие-то там есть вопросы, проблемы, которые вам мешают или требуют решения. Я, конечно же, безусловно, благодарен вам за такую возможность тоже. Благодарен Ивану Ивановичу, администрации города Нового Уренгоя. Поскольку у нас это обоюдное совместное доброе дело, которое мы взяли на себя, такие обязательства добровольные, и будем выполнять. Неформальная встреча с главой города Иваном Костогризом и генеральным директором общества «Газпром Добычи Уренго» Александром Корякиным. Это уникальная возможность обсудить все волнующие вопросы. Как оказалось, в первую очередь они касаются жилья. Год назад новоуренгойские подростки получили квартиры. Некоторые из них оказались холодные. Зимой промерзали стены, батареи практически не грели. Иван Костогриз пообещал разобраться в сложившейся ситуации в ближайшее время. Есть лет эксплуатации, наверное, все-таки, может быть, где-то уже и швы. Там где-то требуют подремонтировать, посмотреть. Давайте я специалистов к вам направлю. Значит, наши свяжутся с вами, координатами возьмем, чтобы вы дома были. Надо проверить, как работает управляющая компания. Потому что если батареи холодные, это значит, плохо промывку сделали, подготовили. Значит, плохо. В прошлом году, начало отопительного периода, значит, батареи закоксованы. За 10 лет, может быть, уже так это и произошло. Хотя, в принципе, каждый год по технологии не продувается. Ну, ладно. Вопросы коснулись и службы в армии. Подростков волнуют, сохранятся ли рабочие места после того, как они отдадут долг родине. Есть проблемы и личного характера. Из-за плохого зрения девушка не может получить доступ к работе по специальности. Пока у меня нет возможности, и будучи студентом, у меня не было такой возможности сделать операцию себе. Потому что она очень дорогостоящая. И вот я бы хотела спросить, могу ли я надеяться на какую-то помощь от организации. Найти решение проблемы помог Александр Корякин. Он пообещал отправить девушку на обследование, а после на операцию в Москву. Мария Федорчук, Артур Цвелюк, Служба новостей, «Импульс».